Мы начнем. Сейчас подождем, пока все желающие подтянутся, и будем начинать. Пока что, пока все приходят, вы можете в чат написать ваши вопросы, если у вас уже есть какие-то. Мы будем делать паузу, мы будем отвечать на ваши вопросы, будем смотреть, что конкретно вам интересно. Поэтому, пожалуйста, пишите, с удовольствием вам все это дело отвечу. Вы при входе можете увидеть чат и можете увидеть опросник, в котором вас просят указать, есть ли у вас уже свой магазин на ITS. Мне это нужно знать для того, чтобы определить, насколько подробно рассказывать именно про ситуацию нововведения и все такое, которое сейчас есть на ITS. Если у большинства своего магазина пока что нету, это нормально, я буду больше рассказывать про ситуацию в отрасли в целом. Если много тех, у кого есть свой магазин, мы чуть-чуть углубимся в ситуацию конкретно с продажами на ITS. Поэтому, пожалуйста, ответьте на вопрос. И все вопросы, которые у вас есть ко мне, пожалуйста, пишите, с удовольствием все отвечу. По ходу лекции у нас будут перерывы специально для того, чтобы ответить на накопившиеся вопросы. Напоминаю, у нас есть трансляция в Zoom, где вы можете общаться, задавать вопросы и так далее. И у нас есть трансляция на Facebook-странице, где вы тоже можете оставлять свои комментарии. Мы их увидим. И мы на них тоже сможем ответить. Поэтому, пожалуйста. Да, спасибо. Я вижу, уже пошли ответы. Спасибо большое. Еще буквально две минутки подождем. Вдруг кто-то опаздывает, задерживается. И потом начнем. Я сразу прошу прощения за то, что буду читать лекцию на русском языке. Ну, так сложилось, что это мой первый язык. И я на нем могу разговаривать быстрее. То есть за два часа мы сможем осмотреть большее количество материала. Если кому-то критично и нужно именно на украинском, я потом выложу презентацию на украинском, если будет такая необходимость. И тоже смогу пояснить, если что-то будет непонятно. Для тех, у кого пока что нет магазина, на Facebook-странице чуть позже я выложу презентацию по созданию магазина. То есть там, где пошагово расписано, что мы делаем последовательно. Если вы захотите сделать свой магазин вот прямо сейчас, то, пожалуйста, вы все это дело сможете. То есть сможете посмотреть, сможете создать. Если будут какие-то вопросы, сможете, опять же, написать свои вопросы, обратиться. Я с большим удовольствием вам отвечу, подскажу, помогу. Процесс это на самом деле несложный. Поэтому не бойтесь. Если вы давно собирались, то вот самое-самое время начать. Почему это время именно сейчас, я тоже расскажу. Да, и еще, опять же, прошу прощения, время от времени в кадре могут появляться коты или дети. Ну, домашний офис, он такой домашний. Я думаю, все, кто сейчас находится в таких же условиях, как и я, меня поймут. Ну, на всякий случай, извините. Котов много, детей тоже, пара штук имеется. Вот, поэтому могут появляться в кадре. Так, я смотрю, что вроде бы все уже подтягиваются. Да? Насколько я вижу, в ожидающих уже никого нету. Катя, дозвольте сказать пару слов. Так, пані Віра. Дякую. Это была вводная часть. Я зрозумела. Я хочу подякувати Катерине Володове, яка згодилася провести сегодняшний наш вебинар. Это не первый случай спорта с Катей. Мы с ней работали в регионах. Ей лекции, семинари информативные и интересные. Прошу задавать вопросы. Мы будем исследовать эти вопросы и озвучивать. Катя будет отвечать. Час от времени мы будем делать перерывы. Этот учебник происходит в рамках проекта QTIS, канадского и украинского проекта торгов и инвестиций. Такий компонент в цьому проекту у нас є виник. Після того, як ми зробили гендерное досліджение, мы решили, что для того, чтобы сбільшить кількість присутствующих женщин в бизнесе, нам нужно работать на полегливо. И так выникла идея декольких инициатив, в том числе и Champions Meeting. Эти учебники происходят офлайн в связи с COVID. Они сейчас перенесены в онлайн. И поэтому этот учебник, он сам и есть в рамках этого компонента, гендерного компонента. Я увидела, что я разговаривала, и у меня звук не был вымкнен. Поэтому прошу, скажем, вымкать звук. Единственное, что когда Катя дозволит вымкнуть, тогда мы можем это сделать. Я надеюсь, что наш день сегодня будет насыщенный информацией, интересной информацией, информацией про изменения, которые происходят. И каждый и каждый из нас возьмет что-то для себя, которое будет полезно для работы в бизнесе. Дякую, Катя. Дуже дякую, пани Вера. Ну что, можем мы приступать? Ага, я вижу, что у половины где-то присутствующих магазин на Эйце уже есть. Хорошо, значит, будем копать немножко глубже и смотреть, что произошло на Эйце за последние 3-4 месяца. Потому что изменения, конечно, существенные. Изменения затрагивают всех, кто на платформе торгует. Вот, поэтому мы все это дело сегодня осмотрим. Ну хорошо, хорошо. Я буду показывать вам презентацию на экране, да. Сразу скажу, я не очень большой любитель визуального контента, поэтому там будет фактически блок-схема того, о чем мы будем говорить. То есть просто основные тезисы. Запоминать не обязательно, записывать тоже не обязательно, потому что вся эта презентация, мы ее выложим отдельно. Это просто для того, чтобы вы потом могли вспомнить, о чем конкретно шла речь, что мы обсуждали и какие новости там, возможно, вам были бы интересны. Так, ну, поехали. Поехали. О чем мы сегодня будем говорить? О том, почему ЭТСИ, то, о чем я говорю все время, да, и почему именно сейчас. Почему... Есть такая пословица, самое лучшее время что-то начать, это вчера, второе самое хорошее время, это сейчас. Да, почему так, потому что всегда, если у вас, если вы ждали знака, то вот он, да. Почему ЭТСИ? Я, в принципе, продаю и немножечко обучаю продавать на разных платформах. На Амазоне, на eBay, знакома с какими-то более локальными платформами, более маленькими, более специализированными, но я все время, всегда и настойчиво все справляю в первую очередь именно на ЭТСИ. Почему? Во-первых, это несложно. То есть для того, чтобы создать свой магазин на ЭТСИ, вам не нужны какие-то специальные знания. Даже углубленных знаний английского языка вам не обязательно иметь. Онлайн-диводчик, в общем-то, справляется. Второе очень важное для проводителей хендмейда, и не только. Хендмейд не в смысле подделки дома, а в смысле что-то, что вы делаете самостоятельно, а не отдаете в производство. ЭТСИ пока что единственная платформа из таких крупных, которая позволяет успешно продавать единственные экземпляры изделий. О чем речь? Когда вы владельцы небольшого бизнеса, вы знаете, что производить промышленно всегда дешевле, если вы производите партию. Если вы заказываете что-то в большом количестве, если вы заказываете там и печать, другое что-то, что делают для вас, вы знаете, что закупить материал оптом – это дешевле. Произвести ряд изделий – это дешевле. Ниже будет цена одной конкретной единицы. Но для того, чтобы вложить подобные средства в производство партии, у вас эти средства должны быть. С другой стороны, некоторые типы изделий в принципе не подразумевают промышленное производство или потоковое производство. Если вы делаете уникальные кулоны ручной работы, если вы делаете какие-то уникальные украшения в волосы, если вы, я не знаю, шьете костюмы супергероев на маленьких собачек, возможно, каждое подобное изделие у вас существует только в единственном экземпляре и повторение в принципе не подразумевается. В этом случае дает вам возможность продавать именно это единственное – не делать массовость, не делать потоковость, не вкладываться в запчасти, не вкладываться в производственный процесс. То есть вы сидите дома, вяжете кофточки, каждую в одном экземпляре, вы можете их продать, и Etsy позволит вам развить ваш магазин даже на таких единственных экземплярах. Ни Amazon, ни eBay, ни какие-то другие площадки, как правило, подобные возможности не дают в принципе. То есть вы не сможете стать успешными, продавая каждое изделие только в одном экземпляре. Это очень важно с точки зрения организации вашего бизнеса, потому что если мы говорим о бизнесе женском в первую очередь, не только, но в первую очередь, как правило, для старта у нас очень ограниченная возможность. У нас нету наследства в 10 тысяч долларов для того, чтобы вложить его в партию какого-то товара. У нас нету возможности хранить дома 100-500 экземпляров чего-то только для того, чтобы у нас была надежда когда-нибудь их продать. В конце концов, убирать пыль из-под этих самых 10 тысяч экземпляров тоже предстоит нам. Не очень интересное дело и не то, чем мы бы хотели заниматься. Почему женский бизнес? Порядка 87% продавцов на Etsy это женщины. Порядка 80% из общего количества магазинов это бизнесы, в котором задействовано до 5 человек. То есть, в первую очередь, это сам владелец плюс 1-2 человека нанятого персонала. Возможно. Возможно, даже без этого, возможно, это даже только один человек, который всем этим рулит. Etsy позволяет реализовать подобную схему работы. Опять же, в отличие от Амазона, где вам по большому счету нужна целая команда, которая будет на вас работать, Etsy дает возможность вам работать из дома. дает возможность заниматься этим во вне рабочее время, имея постоянную, так называемый, фулл-тайм-джок. Имеет возможность, дает вам возможность разбивать свою занятость на кусочки, потому что у нас есть дети, у нас есть дом, у нас есть домашние животные, иногда муж, иногда родители. И все то, что требует нашего внимания, все то, что распыляет наше время, распыляет наше внимание. Когда у нас нет возможности съесть, и на 4 часа погрузиться в создание симфонии или еще чего-то подобного. При работе с Etsy мы можем успевать между капельками. Тут сделали, тут кусочек, тут оформили листинг, пошли, не знаю, посуду помыли, вернулись обратно, сделали несколько фотографий, отошли, опять что-то сделали. То есть это именно та возможность, которая сейчас с условием нашего постоянного пребывания дома, потому что вирус, потому что детей девать некуда, потому что все остальное, дает возможность заниматься нашим делом и получать за него деньги. Покупатели на Etsy точно так же, основной покупатель Etsy – это женщина. Порядка до 90% – это покупатели женщины. Количество продуктов, которые предлагаются для женщин и для мужчин, для женщин в 10 раз больше. То есть это не специально, просто так получилось. То есть покупать в онлайне, выбирать в онлайне, делать поиск, делать какие-то решения для женщин в настоящее время это их задача, это их занятость, это то, что они делают. Нам проще предложить то, что заинтересует другого человека, потому что он похож на нас. Пускай даже это американка, пускай это европейка, пускай это жительница Австралии, тем не менее нам проще. Мы знаем, что мы можем предложить, мы знаем, в чем есть потребность и необходимость у человека. Мы к этому еще немножечко вернемся. Вообще мы по некоторым темам будем ходить кругами, ну просто потому, что очень сложно выстроить логическую последовательную цепочку из всего, что происходит у нас вокруг. Некоторые вещи у нас влияют на все сферы жизни. Поэтому мы поговорим еще более подробно про последствия карантина, про перспективы, которые он перед нами открывает. про то, чем он обернется осенью, зимой и что мы будем должны делать или не делать. В общем, мы про все, про это еще немножко поговорим. Следующий пункт. Несложный интерфейс. Это очень важно, потому что на моменте регистрации, на моменте создания листинга заканчивается очень большое количество магазинов. Я ничего не понимаю, я не знаю, что тут писать, я не знаю, чего они от меня хотят. Нет, это действительно проблема и это то, что действительно имеет значение. Особенно учитывая, что знание английского языка в нашем обществе как бы предполагается, но как бы по факту и нет. Let me speak from my heart. Зачастую это все, с чем мы выходим из школы или института. Поэтому возможность разобраться быстро и на коленке, это то, что влияет на то, насколько удобно вам будет работать, сколько вы будете тратить времени и какой будет результат от ваших действий. На Etsy действительно интерфейс несложный, но что важнее, тут совершенно отличная комьюнити. То есть, есть с кем посоветоваться. Причем очень большое количество и англоязычных групп, их действительно очень много и достаточно много русскоязычных. Но что важнее, скажем, группы по Амазону, они тоже существуют, они тоже очень многочисленны. Но если вы спросите любого человека, продающего на Амазоне, покажи свой товар, как ты это делаешь, как у тебя это выглядит, 12 из 10, что вам ответят, а может тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат. То есть, Амазон и зачастую E-Pay, это такое место, где все от всех все прячут. Потому что это бизнес, потому что это деньги, потому что это то, что я зарабатываю трудным трудом, а почему же я должен тебе что-то давать и рассказывать бесплатно. Обучение тому же самому Амазону стартует от полутора тысяч долларов, и это самый нижний предел. Есть дороже, есть сильно дороже курсы. Для Etsy такой проблемы не существует. Вам с большим удовольствием расскажут, покажут, научат, помогут, составят за вас письмо, растолкуют, чего от вас хочет покупатель и так далее. Комьюнити на Etsy это действительно очень сильный фактор. Его не нужно недооценивать. То есть всегда есть те, к кому вы можете прийти и сказать, я запутался, я уперся в стену, я не знаю, что дальше. И вам помогут, возьмут за ручку, успокоят, расскажут и все такое. Поэтому общность, общность продавцов, особенно общность продавцов нашей страны, она очень сильна и она очень-очень помогает. Неважно, начинающий вы, продвинутый, гуру, все равно вам есть с кем посоветоваться, вам есть с кем обсудить, вам есть с кем решить появившиеся вопросы. Важный момент в техническом смысле. Для регистрации на Etsy вам нет необходимости делать выписки, делать документы, переводить загранпаспорт и так далее. Сам процесс регистрации достаточно несложен. Проблем с приемом оплат сейчас тоже нет. В презентации по открытию магазина я пишу, какие у нас есть сейчас варианты по принятию оплат. Да, к сожалению, PayPal у нас еще не работает, но у нас есть отличные посредники, которые позволяют решить этот вопрос. И более того, к ним тоже можно обратиться за помощью, если у вас есть какие-то проблемы. То есть в тот момент, когда у вас есть какие-то непонятки, условно говоря, финансового плана, у вас тоже есть к кому пойти и у вас есть с кем посоветоваться. Более того, некоторые посредники даже предлагают свои услуги в плане введения или помощи с открытием ФОП. У них есть разработанные варианты для того, чтобы делать бизнес легально, для того, чтобы оплачивать налоги, для того, чтобы иметь соответствующую регистрацию. То есть в том случае, если вы совсем новичок и совсем ничего в этом не понимаете, вам есть к кому обратиться. Это, опять же, очень и очень важно. Особенно, если вы собираетесь ввести бизнес, как именно бизнес, сделать это своей работой, сделать это своим вариантом занятости. Это вам будет важно и это вам будет очень полезно. Ну и, наконец, последний. The last but not the list. Спектр других способов заработка. О чем идет речь? Конкретно вы можете не быть создателем товара на Etsy. Вы можете не уметь ничего делать руками или уметь, но не хотите этим заниматься. Это не важно. Вы все равно имеете возможность зарабатывать с использованием Etsy. О чем речь? Когда магазин из маленького дела, которым вы занимаетесь в вечерние часы, когда дети уже спят, а вы еще нет, превращается уже в маленький бизнес, когда у вас есть постоянные заказы, у вас есть постоянные клиенты, вам может потребоваться помощь. Не только вам, другим продавцам, другим владельцам тоже. Для ведения магазина, для фотографий, для написания листингов и так далее. То есть все это виды заработка, все это виды деятельности, которыми вы можете заниматься на ниге Etsy, но не имея, не ведя своего собственного магазина. Это удобно, поскольку это экономит время, это дает вам возможность делать что-то в ваше свободное время. Если вы работаете как менеджер чьего-то магазина, заведение одного магазина чужого, зарплата такого менеджера начинает с сотни долларов в месяц, может быть больше. Если у вас несколько таких магазинов, работу с каждым из них занимаешь 8 часов в месяц. То есть имея несколько... О, пардон, в неделю. Да, 6-8 часов в неделю. То есть имея несколько подобных магазинов, вы получаете вполне нормальную, вполне конкурентную зарплату. При этом вы находитесь дома, вы имеете возможность... Или вы имеете возможность заниматься каким-то другим, другой постоянной работой. Или иметь свой магазин, или работать со своими детьми, работать со своим домом. То есть вы получаете возможность гибкой и удаленной работы, которую вы можете настраивать под себя. То есть вы можете взять больше заказчиков, вы можете взять меньше заказчиков, если вы видите, что тяжело, нужно сделать паузу, нужно идти в отпуск. Вы можете работать, сидя с ноутбуком около озера или где угодно, потому что вам тут действительно не нужно ничего, кроме ноутбука. следовательно, если вы хотите получить работу с возможностью удаленного заработка, это ваша тема. То есть вы не обязаны иметь собственный магазин для того, чтобы зарабатывать на Etsy. Я считаю, это просто прекрасно. Почему сейчас? Ну, есть такая моя любимая картинка, когда на заборе написано «Господи, дай мне знак», а сверху забора торчит много-много-много-много знаков дорожных, которых к этому забору прислонили. Так вот, для тех, кто ждет знаков, для тех, кто ждет знамений, для тех, кто ждет момента, чтобы наконец-то начать, господа, вот он, вот это знак. Потому что лучше начать вчера, но второе лучшее время для начала это сегодня, прямо сейчас. Кризис. Да, кризис не только ковидный, а кризис экономический. Волна рецессии, которую ждали давно, которую давно предполагали, и вот она, и ее размеры мы еще даже примерно не прикидываем и не догадываемся. Потому что, на самом деле, хотя локдаун потихонечку заканчивается, все самое страшное только начинается. Потери денег целыми индустриями, закрытие множества предприятий, закрытие множества точек питания, туристического бизнеса, чего угодно другого, мелких фирм, крупных фирм, увольнения, сокращения, что угодно другое. Кризис, он вот уже здесь, и надо что-то делать. Жить так, как раньше, уже не получится. Пункт номер два, который я очень люблю, когда мне начинают рассказывать, что вот я не умею, у меня плохо получается выкладывать товар, у меня плохие фотографии, у меня что-то не то, я там не могу доделать, я там не могу. Ребята, всегда лучше очень плохо лежать на Etsy, чем очень хорошо лежать на вашей полке. Потому что на Etsy у вас всегда есть возможность, что кто-то придет и купит. Я сама, мой путь на Etsy начинался совершенно случайно. Я выложила туда товар просто от мысли, что он полежит и там ничего плохого не случится, а потом у меня купили самую дорогую вещь в моем магазине. Совершенно случайно. С очень плохо прописанными названиями и ключевыми словами. Не очень хорошими, прямо скажем, фотографиями. С отвратительным описанием формата «это код». Тем не менее, ее купили. Если вы что-то выложите, у вас будет шанс, что у вас это что-то купят. Если вы ничего не выложите, у вас этого шанса не будет. Господа, пора начинать. Если вы уже имеете какой-то товар, если вы уже продаетесь внутри Украины или, возможно, в ближайшие зарубежья, вам в любом случае в условиях карантина, в условиях всего вот этого, необходимо работать с отсылками, с отсылками почтовыми. Вы все равно идете на почту, запаковываете товар и отсылаете его покупателю. Вы все равно это делаете. Почему не отсылать зарубеж? Почему не предлагать аудитории, у которой есть деньги? Один из моментов, как бы на которые имеет смысл обратить внимание, это разная ценность не только денег, но и разная ценность ручного труда. У нас очень принято пренебрежительное отношение ко всему, сделанному руками. Ну, хи-хи-ха-ха, это же все равно вы сами, пан сам клепав, да? Да все так могут, да, я так тоже могу. На этом месте, конечно, хочется сказать, ну, можешь, пойди и сделай, да? И тут оказывается, что чтобы сделать какую-то ерундовину за 20 гривен, необходимо материалов на три сотни купить, как минимум, да? А потом половину из них еще потратить в процессе попыток. И мы-то как мастера это знаем, да? А покупатели почему-то привыкли, что если сделано руками, это от безнадеги, значит, не было денег купить промышленного, значит, ну, вы все это знаете, да? Да, вы все с этим хоть раз досталкивались. Покупатель на Западе, это совершенно другой покупатель, а это покупатель, который понимает ценность и стоимость ручного труда. Потому что все, что сделано руками, все, на что потрачены деньги, если оно создано человеком, если человек на это потратил время, это значит, что оно уже по определению значительно более дорогое, значительно более ценное, чем то, что можно пойти и купить в магазине. Потому что в магазине есть все подешевле, в магазине есть все массовое, но индивидуальность, личный подход, личный взгляд автора, он есть только у авторской работы. Поэтому наши цены, которые выставляют наши соотечественники на Etsy, другими продавцами воспринимаются просто как жуткий демпинг. Потому что, да, материалов и вы, и американка, пошив какого-нибудь кошелька, потратите на одинаковую сумму. Этот материал вы предварительно купили в Турции за одну и ту же цену, и они, и вы. Но вы потратили на это 8 часов, и вы оценили 8 часов своего времени в 10 долларов. Это как бы реальные цены, да, то, что я вижу в магазинах. А американка оценила каждый час своего времени минимум в 13 долларов. Это самый-самый-самый минимум. И посмотрите, какая будет себестоимость одной и той же вещи, сделанная из одинакового материала, но сделанная разными людьми. То есть ваш труд, он ценен, ваш труд, он важен. Но здесь мы его недооцениваем, и покупателей мы не находим. А там покупатели нас уже ждут. И ждут именно из-за того, что мы это делаем руками. А момент переключения вот этого вот самого мировоззрения, он довольно сложен, и он труден, да, для тех, кто впервые выходит на рынок. Очень часто я слышу, что, ну как же я могу просить такие деньги, здесь бы я его там продавала, там за 150 гривен, да. Как я могу поставить 100 долларов? Можете. Ну потому что клиент готов, потому что клиент знает, клиент лучше вас знает, насколько вы ценны, насколько ценен ваш труд, ваш опыт и ваши действия. Мне говорят, да, но это же сделано из ткани, это же не серебро, это же не золото. Это не важно. Речь не о ценности материалов, речь о ценности, ну в каком-то смысле личности, да, вашего авторства, вашего художественного вкуса. Кольцо из стали с куском асфальта может стоить дороже, чем кольцо из золота с бриллиантами, но просто потому, что это авторская работа. И оно действительно так и стоит. Если вы посмотрите по дорогим украшениям, там могут быть совершенно любые материалы, там могут быть совершенно любые сочетания, потому что ценность не в материалах. О чем еще нужно помнить? Да, то, что я говорила, что мы будем возвращаться к тем же самым темам опять и опять. Те, у кого есть дети, возможно, знают, что осенью с высокой вероятностью 1 сентября мы не пойдем в школу, мы не отведем детей в школу, мы сядем перед компьютерами, включим Zoom и будем заниматься онлайн-уроками дальше. Об этом говорят уже достаточно открыто, что сейчас существуют два варианта развития событий. Вариант первый, мы выходим в сентябре, учимся месяц в школе, а потом садимся дома. Вариант два, мы 1 сентября садимся дома. Вариантов, что мы просто выходим в школу и просто занимаемся, в министерстве нет. И это накладывает огромный кусок работы на нас с вами. Вы должны заниматься менеджерением процесса обучения, потому что иначе никак, потому что иначе дети не получат никаких знаний, никакой информации. Это занимает очень большой кусок времени. Вам нужно этих детей куда-то девать, то есть вам нужно, чтобы за ними кто-то присматривал. Кто присматривает, конечно же, женщина. Ну, почему так? Вопрос оставим за скобками, да? То есть вам в любом случае нужно будет находиться дома. Вам нужно будет занятие, которое позволяет вам, во-первых, зарабатывать деньги, во-вторых, быть в состоянии оторваться в любой момент, что для удаленной работы зачастую, как и для работы реальной, может быть большой проблемой. то есть вы не можете обычно просто так кстати сказать, да, сейчас вот полчаса урока в Zoom, а потом мы займемся там домашкой, а потом я вернусь. Так не получается. Эдси вам такую возможность дает. То есть, опять же, работа между капельками, работа между другими задачами, возможность оторваться и вернуться обратно. Это очень важно. Ну и, наконец, очень важный момент, который у нас сейчас присутствует. Из-за всего, что у нас сейчас происходит, Эдси очень-очень лоялен к продавцам. То есть, если раньше на платформе присутствовала такая штука, как ОДР, это количество ваших проблемных заказов, да, Эдси отслеживала недовольство покупателей, и если у вас было более трех проблемных покупателей за маленькую единицу времени, вам могли магазин заблокировать. Сейчас такого нет. Сейчас все понимают, что доставка не зависит от вас. Поставки материалов не зависят от вас. Вы можете свалиться в больницу, и вам придется затянуть заказами или отменить заказы, вернуть деньги или еще что-то. Все-все понимают. Поэтому и к просчетам новичков, да, и к каким-то проблемным моментам давно существующих магазинов, ко всему вот этому у Эдси повышенная лояльность. То есть, вы можете ошибаться, вас за это не накажут. Вообще, в нашем обществе риск ошибки почему-то является одним из самых страшных, да? А если я сделаю что-то неправильно? А если я ошибусь? А если я где-то что-то налажаю? Это то, чего наши люди очень сильно боятся. Это тот самый перфекционизм, который заставляет сидеть и ждать, и надеяться, что вот однажды все будет идеально, и вот тогда. Так не бывает. Лучше неидеально и сейчас, чем идеально и никогда. Конкретно сейчас неидеально – это нормально. И все понимают, что это нормально, и все будут снисходительны, и все будут оценивать вас, не гнобля вас из-за каких-то ошибок. Поэтому возможность расслабиться, возможность ошибаться, если вдруг что. Ничего страшного, сейчас небо на голову не упадет. Это кратенько о том, что какая существует ситуация на текущий момент. И мы сейчас перейдем к подробному осмотру ситуации конкретно на Этси. Что у нас есть, что у нас будет, что было, что будет, чем сердце успокоится. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, можем сейчас сделать маленькую паузу и ваши вопросы озвучить. Если они есть, пожалуйста, пишите, спрашивайте, с удовольствием вам отвечу, а не Лиля. Ваши вопросы озвучат, и я расскажу, если у меня есть что рассказать, чем поделиться. Вот, если пока что вопросов нет, то сейчас пойдем дальше. Вопросов пока что в чате нет, но я видела, что Владимир Супрун поднимал руку. Он хотел что-то сказать или вопрос задать. Да, да, прошу, прошу, слушай. Так, вот вопрос. 8 лет магазина, была одна продажа, открывать новый или раскачивать имеющийся? Когда у вас такой большой перерыв в работе магазина, то в принципе особенной разницы нет. Раньше Etsy предлагал небольшой буст, то есть небольшое преимущество свежеоткрытым магазинам. Тогда у нас было лучше создать новый магазин с нуля. Сейчас такой разницы нет. То есть разница исключительно в головах покупателей. С одной стороны, настолько давно зарегистрированы магазины ни одной продажи, это, конечно, минус в том плане, что покупатели могут заинтересоваться, а почему так. С другой стороны, это не настолько редкий случай, то есть такое действительно бывает, что магазин не работает долгие годы и потом снова начинает. То есть принципиальной разницы в этом нет. Если вы хотите продолжать, если вам так будет легче, легче начать, продолжайте. Возможно, потом в какой-то момент вы захотите сделать два разных магазина с двумя разными тематиками и тогда откроете новый. То есть раскачивать магазин подобный будет не сложнее, чем раскачивать новый свежесозданный. Поэтому никакой разницы. По поводу отправки и оплаты это тема отдельного вебинара. Смотрите, я выложу презентацию, в презентации это все будет расписано. Если кратко, прием оплат идет через посредника, то есть в своем магазине на эти выводите Paypal аккаунт посредника, на него зачисляются деньги за ваши продажи. После того, как посылка получена покупателям, эти деньги разблокируются и вы можете их выводить на свою карту, на свою карту обычную или на карту ФОП, если вы являетесь предпринимателем, на карту ключ. То есть оба этих варианта существуют. По поводу отправок. На самом деле Укрпочта совершенно отличная почта по сравнению с многими мировыми почтами, мы об этом сегодня тоже поговорим немножко. Она просто великолепно отсылает, она очень быстро реагирует на ваши запросы, вам предоставляют такой сервис, о котором, например, жители Германии могут только мечтать и это как бы это не шутка. Но для отправок в США и проблемные страны типа Канады, типа Австралии существуют предложения от тех же самых посредников, через которые вы принимаете деньги. Это работает так, вы отсылаете посылку посреднику новой почты в Киев, то есть без всяких заморочек. Там вашу посылку кладут в один большой ящик. Ящик едет дечелем, то есть за два дня в Америку и в Америке этот большой ящик распаковывается и каждая конкретная посылка кладется в конверт и отправляется конкретному получателю. получается очень быстро и по деньгам если товары небольшие не объемные не дороже чем Укрпочта. Поэтому мы сейчас поговорим об этом возможность наладить быструю доставку быструю отправку у вас есть. Но в общем и целом глобально если не говорить о каких-то совсем стрессовых моментах Укрпочта это прям отличный вариант. По поводу рабочего PayPal да если у вас есть любой PayPal который действует вы вполне можете получать деньги на него. Эти не требуют соответствия вашего PayPal и вашего аккаунта не требуют чтобы PayPal был зарегистрирован в той же стране в которой вы. То есть вы можете совершенно спокойно принимать оплаты на PayPal который у вас есть в наличии. По поводу Инстаграма и второго третьего Инстаграма я не думаю смотрите введение параллельно разных аккаунтов требует очень много внимания. Вы всегда чем-то платите вы платите или своим временем или своими деньгами. Но как показывает практика внимание на два разных магазина на два разных направления одинаково качественного как правило не хватает. Если ваша основная деятельность у вас уже работает по накатанной у вас есть постоянные покупатели у вас есть понимание того как именно вести ваши соцсети то есть это все уже отработано. Вы вполне можете позволить себе завести второй и раскручивать его с нуля. Если этого самого времени и внимания у вас недостаточно если у вас много других дел если у вас еще не налажен процесс то лучше продолжать вести один одно направление и для эти и для инстаграма это в принципе нормально. В одном магазине могут быть разные товары это все говорит о том что желательно чтобы общий стиль магазина все-таки был примерно одинаков то есть когда в магазине продают картины маслом и тут же стоят антикварные самовары я видела такой магазин это странно то есть это не очень здорово но если у вас товары для одной аудитории они могут быть очень разными основное на самом деле это именно ваша целевая аудитория если вы продаете молодым мамочкам у вас может быть одежда у вас могут быть игрушки у вас могут быть предметы интерьера что-то для декора и так далее но у вас один и тот же покупатель если вы продаете мимимишные товары для малышей и тут же какие-нибудь не знаю байкерские косухи формально и то и то одежда но целевой покупатель совершенно разный такие вещи лучше разделять по тематике смотрите если у вас одинаковый способ изготовления если у вас товары которые можно между собой сочетать скажем те же самые шарфики на которые вы цепляете ту же самую брошку вы можете предлагать комплекты вы можете создавать какие-то ансамбли совершенно нормально продавать это внутри одного магазина это даже удобнее покупателю если у вас совсем разное направление например тут винтаж а там свадебное украшение это конечно лучше разделить по поводу рекламы это тоже отдельная тема рекламировать можно но рекламировать не обязательно Etsy сейчас сам запустил мы сейчас немножко забегаем вперед ну ладно два слова скажу Etsy сам запустил внешнюю рекламу за которую с вас снимут деньги только в случае если товар по этой рекламе продастся что получается гораздо выгоднее то есть вы не платите просто за клики вы платите конкретно за продажу это лучше реклама на американскую аудиторию как правило стоит очень дорого то есть если вы делаете не знаю гугл рекламу или фейсбук рекламу на американскую аудиторию вы потратите много денег за очень небольшой результат как правило лучше работает реклама целевая то есть например реклама фейсбук групп те которые позволяют подобную рекламу тематическую да общество любителей крыс там будут совершенно прекрасно смотреться рекламы украшений с фигурками пресса и это то что действительно будет стоить своих денег просто реклама по инстаграму скорее всего вам кликов и продаж не принесет по поводу видео в тестовом режиме видео доступно абсолютно всем вы подключаетесь в группу тестировщиков и загружаете для всеобщего обозрения это будет доступно с 6 июля и всем странам одновременно так но мы уже забежали далеко вперед давайте мы сейчас вернемся к нашему процессу и посмотрим что еще я имею вам сказать там еще достаточно много всего интересного так и так собственно говоря ситуация на эти в текущий момент что у нас есть во первых у нас есть локдаун несмотря на то что общий карантин общий мировой карантин потихонечку заканчивается он заканчивается очень потихонечку и не во всех странах Америку до сих пор призывают сидеть дома пускай офисы начинают открываться пускай рестораны начинают потихонечку принимать посетителей но в общем и целом это все еще локдаун по другим странам по Европе например у нас тоже какие-то страны приоткрываются какие-то страны еще закрыты границы как правило еще на замке где-то по-прежнему ничего не работает где-то только начинает открываться то есть последствия есть сам по себе локдаун есть к чему это привело к взрывному росту онлайн продаж конечно же за это время Эдси даже назвал прошедшие два месяца новым высоким сезоном высокий сезон это продажи перед Рождеством когда все начинают бежать за подарками которые забыли купить в течение всего предыдущего года рост был настолько высоким традиционно лето это вообще низкий сезон начало лета это то время когда лежат в отпуска когда какие-то другие дела когда там покупают мебель обновляют на всякие онлайн продажи как правило денег времени не хватает в этом году за апрель и май у нас был рост на 140 160 процентов кое-где и больше некоторые рынки выросли в 3-4 раза например онлайн продажа алкоголя выросла в 4 раза ну как бы логично очень много людей которые в принципе впервые начали покупать что-то в онлайне то есть у них в принципе не было подобного в опыте никогда раньше то есть мы фактически на ну не на пустом но на этом месте мы получили на 30 процентов рост количества покупателей рост рынка рост потенциальных наших клиентов это огромные суммы никогда в мире за последние годы такого взрывного роста не было то есть это наше поле деятельности это наши клиенты это те кого мы можем поймать это те кого мы можем чем-то обеспечить ну грубо говоря в тот пруд где вы ловите рыбку запустили выводок огромный выводок мальков перспективы просто огромные конечно больше всего в этом деле выиграл амазон потому что на нем начали закупаться основную массу товаров повседневного потребления то есть там там где-то в два где-то в три раза выросло в каких-то странах амазон вообще отказался на какое-то время поставлять любые товары кроме товаров первой необходимости потому что спрос на них был совершенно фантастический в каких-то других местах все не настолько печально они продолжают доставлять они продолжают работать со складами продолжают обеспечивать вознос но и нам тоже кусочек от этого праздника жизни достался то есть на Этси стало рывком больше покупателей и очень многие это почувствовали на себе что еще за время сидения дома американцы сейчас речь конкретно только об американцах начали экономить деньги звучит конечно смешно но агентство которое фиксирует количество накоплений у частных домохозяйств сообщило о том что они наблюдают объем условно говоря кубышек у американцев максимальный за все то время которое они занимаются мониторингом то есть с 1960 если я не ошибаюсь года когда они только начали следить за тем сколько денег откладывает средний американец мы сейчас имеем максимальное количество отложенных непотраченных денег уровень в среднем это 30% от месячной оплаты от месячной получки людей которые они не потратили а отложили это очень много это те деньги на которые мы можем рассчитывать не только мы конечно же это не значит что они все все непотраченное в кофейнях радостно спустят на наши товары но тем не менее учитывая что тот же самый стакан кофе старбакса это 5 10 12 долларов неделя в течение которой наш клиент прошел мимо старбакса это деньги которые он может потратить на наш товар то есть те средства которые и были бы спущены на что-то для души это это вот тот кусок рынка на который мы можем рассчитывать даже если мы продаем не что-то супер важное а просто для души просто для настроения для тебя любимого что еще стимулируют выплаты опять же я сейчас говорю только про Америку в других странах ситуация наш не наш а их президент который подписал закон стимулирующих выплатах и если вы помните 1200 долларов единоразово плюс 600 долларов на каждого семьи не помню в месяц или в неделю по-моему в неделю для тех кто потерял работу это конечно средства для существования это деньги за которые нужно заплатить за электричество за квартиру за кредиты за что-то еще то есть это то что они не будут тратить на все остальное но те у кого выплачены дома у кого дешевая аренда кто не потерял работу это свободные деньги которые можно куда-то потратить когда пошли первые доставки этих стимулирующих чеков это чеки которые это деньги которые американцев призывают вкладывать обратно в экономику призывают тратить а не копить когда пошли первые выплаты рынок это очень хорошо почувствовал тут же моментально буквально за два дня поднялись продажи продажи поднялись у всех рывком массово то есть это та ситуация когда от этих денег что-то может достацей не все естественно повторяю есть те для кого это прям существенные выплаты это то на что семьи будут жить но также есть и те для кого это приятный бонус который жжет карман который нужно куда-нибудь быстренько вложить почему бы не к нам мы будем рады и довольны а что еще по этому поводу очень важно те кто уже продает на Etsy те в принципе знают что в периоды когда покупателей мало включается так называемая карусель когда вам как продавцу не дают возможности постоянно продавать то есть вы продали чуть-чуть уступим место другому ваш магазин как будто бы выключается из поиска и вы видите что в течение недели скажем вам не приходит ни одного заказа зато в это время какой-то другой магазин сделал пару продаж и тоже выключился и пошел следующий то есть они распределяют покупателей между магазинами чтобы всем досталось хотя бы немножко когда покупателей много необходимости в этом нет вам дают зарабатывать столько сколько вы можете вас показывают всем вашим потенциальным покупателям вам дают возможность достучаться до своего покупателя найти его и продать ему свой товар для продаж на Etsy это очень важно это иногда позволяет вам увеличить вашу прибыль за месяц в полтора в два в три раза ну естественно если вы можете себе позволить производить товар в таких количествах это тоже не всегда возможно особенно если речь о ручном труде который вас лимитирует который вы не можете никому передать вы можете создать один кулон за три дня и никак иначе то есть здесь конечно вы можете разве что поднять цены но вы не можете производить больше это все очень сильно зависит от вашей от того как именно и что именно вы продаете проблемы к сожалению не все так гладко и не все так хорошо текущий кризис это все-таки кризис пункт номер раз проблемы с доставками собственно это ответ на вопрос чем доставлять и как доставлять смотрите в самом начале карантина наша почта находилась в ситуации патовой потому что самолеты не летают а грузы доставлять невозможно а не что-то делать наша почта почта Украины вышла из ситуации просто блестящей я считаю они запустили отдельный самолет который летает один-два раза в неделю они арендовали целый частный самолет чартерный для доставки для быстрой доставки посылок в США чтобы депеши с вашими направлениями не ехали через Стамбул не ехали через Баку летели напрямую в США это позволило очень сильно разгрузить данное направление и обеспечить достаточно неплохие неплохое время доставки по Европе очень многие маршруты перевелись на наземный транспорт то есть автобусами машинами через границу потому что самолеты все равно не летают доставлялись грузы доставлялись посылки поэтому когда мне рассказывают какая курпочта плохая потому что оператор в ближайшем отделении грубая не воспитана мне хочется сказать что господа а вы почты других стран видели потому что например в России все посылки за весь период карантина лежат на таможне и не двигаются вообще никуда они там просто лежат все эти месяцы потому что Германия например отказалась отсылать вообще что бы то ни было способом кроме экспресс дечеля да еще и с доплатой то есть посылка куда угодно у вас будет стоить более 50 долларов минимум потому что некоторые страны в принципе закрыли международное почтовое сообщение не отсылают и не принимают ничего совсем потому что почта Канады которая переполнилась в три раза увеличилась поток посылок она говорит что ну мы работаем как можем и как не можем а нанять новых работников нет мы не можем потому что против этот самый господи как без него объединение почтовых работников которые запрещают нанимать больше работников и работать быстрее тоже запрещают а вы дайте нам денег побольше ну и что что мы почти самые дорогие в мире а нам все равно надо больше денег потому что из США например посылки многие вместо того чтобы улететь самолетами они поехали кораблями поэтому вместо 3-4 дней дорога занимает дней 40 никому об этом не сказали ну просто так почему бы нет да поэтому на этом фоне на нашу почту молиться надо потому что мы действительно обеспечиваем доставки а они нет из-за этого очень многие продавцы или доставляют только внутри своей страны и перестали доставлять наружу да или очень сильно ограничены в материалах к примеру которые к ним тоже не доходят какая еще проблемная точка в этом месте есть таможня на многих таможнях сейчас отправления лежат очень долго частично это связано заботой о людях которые там работают по крайней мере так декларируется например на той же самой таможне США посылка может лежать две недели перед тем как ее начнут проверять таможенники потому что за две недели вирус дохнет то что он сдох давно а на всякий случай давайте еще пускай тут полежит или в той же самой Германии на границе тоже может лежать сейчас очень-очень долго вот в общем надо узнавать как конкретно обстоят дела в каждой конкретной стране и решать каким способом до нее проще доставить к сожалению готовых рецептов вот прямо сейчас нет если у вас будут вопросы по конкретным странам по конкретным доставкам вы пишите я вам расскажу что я знаю предложу какие-то варианты которые есть максимально быстрые и что важнее надежные потому что сейчас иногда даже быстрый способ это не равно надежный способ пункт номер два продолжающиеся ограничения а значит продолжающиеся закрытые магазины порванные цепочки доставки порванные логистические какие-то цепочки какая-то деятельность которая подразумевает несколько этап находятся под очень большим ударом прямо сейчас потому что выпадает любой из элементов цепочки и все и никто никуда не едет и посылки задерживаются и в общем мы все находимся ну как бы непонятно где ну где-то находимся вот особенно это конечно больно ударит ударяет по тем у кого поставки материалов идут из-за рубежа очень очень печально прямо сейчас ситуация с протестами на территории США опять же все вы знаете новости смотрите видели погромы протесты демонстрации как это касается нас в некоторых городах доставка США именно доставка USPS внутренней почты Америки приостановлено отложено не производится в некоторых местах водители грузовиков отказываются везти почту потому что это опасно потому что их могут остановить могут скрыть грузовики могут ну просто совершить грабеж да те же самые водители грузовиков Федекс с этим сталкиваются очень часто сейчас и Амазон тоже в некоторых местах почтовое отделение отказываются доставлять, потому что существует такая практика, когда бандиты, фактически это бандиты, это не протестующее, поджидают почтальона, ему открывают дверь, почтальона вталкивают вовнутрь и грабят дом. Следовательно, почтовые службы просто отказываются работать в таких районах, где подобное происходит. Это не то, чтобы это была большая проблема для нас, ну, грубо говоря, да, но это проблема, если клиент хочет быструю доставку, то есть мы сейчас не можем гарантировать быструю доставку, потому что в некоторых случаях получается, в некоторых случаях не получается. Поэтому единственное, что мы можем гарантировать нашим покупателям, это то, что мы передадим заказ в службу отправки, в службу доставки, но дальше это уже не в наших руках. К сожалению. Еще один момент, достаточно важный, который сейчас происходит на территории ЭТСИ, это в рамках того же самого Black Lives Matters ЭТСИ решила подыграть и показать, что они тоже хорошие, что они тоже в этом участвуют, поддерживают за все хорошее против всего плохого. Чем это выражается? Во-первых, они передали сколько-то денег в фонд поддержки этого движения. Суммы исчисляются миллионами, естественно, долларов. Это, естественно, деньги наши, потому что у ЭТСИ никаких других денег нет, кроме наших. А, ну, есть еще заемные, но это отдельный специальный вопрос. Проблема в том, что это те деньги, которые могли бы пойти на рекламу, на социал-медиа, на усовершенствование площадки, на решение насущных вопросов и так далее, и так далее. А теперь они помахали нам рукой. Что хуже для нас? Потому что первое, это, скажем так, недополученные возможности. А что хуже вот непосредственно сейчас? Это то, что в поиске начали продвигать афроамериканские магазины. Как при этом определяется, кто там хозяин, да, совершенно непонятно, потому что, ну, формально ты не пишешь цвет своей кожи, регистрируя магазин, правда? А ты можешь не указывать свое настоящее имя. Ты можешь продавать совершенно любые типы товаров, можешь даже продавать те же самые африканские, если вдруг тебе так хочется, да, находясь при этом хоть в Уругае, хоть в Украине, хоть где-нибудь на Кавказе. Но, тем не менее, Эдси провозгласила, что они будут давать преимущество в выдаче в поиске магазинам афроамериканцев. На практике это просто означает, что нас задвинут ниже. Кто будет выше, не так уж важно, мы будем ниже. Увы, такова жестокая реальность. Не то, чтобы это было прям критично-критично для нас, как для продавцов. Но иметь как бы это в уме, может быть, показать свою поддержку, может быть, повесить черный квадратик на аватарку, может быть, ну, возможно, какие-то способы есть. Можно просто не обращать внимания, это тоже нормально, и это тоже работает. Мы просто лупаем всю скалу, мы просто продолжаем свой бизнес, мы просто продолжаем работать, потому что что еще нам остается. Вот. Вопросы, комментарии, пожелания? Катерина, есть вопрос. Он относится еще к вопросу относительно видео, доступно ли для Украины. Просят ссылку на группу тестировщиков. Будет ли ссылочка? Ссылка эта у вас в дашборде вашего магазина, она прям там висит, там прям большой-большой баннер. Присоединяйтесь к нам, потому что этим не хватает тестировщиков. Они запустили этот процесс уже где-то с месяца тому назад. К нему присоединилось не очень много людей, не так много, как они планировали, а те, кто присоединился, загружают мало видео. Сейчас они запустили стимулирующую программу. Когда вы загружаете видео, вам начисляются кредиты на листинги, то есть бесплатные листинги вам дают за загруженные видео. Вперед, до 6 числа у вас есть возможность не только потестировать, но и заработать. В чем проблема? Эти тестовые видео будут пока видны только другим покупателям, пардон, не покупателям, а продавцам, которые тоже с вами находятся в этой тестовой группе. То есть основным покупателям вашим эти видео видны не будут. В общем, заходите в дашборд, смотрите, подключайтесь, там все есть, там все написано. Специализированных правил требований к видео, насколько я знаю, нет. Сумма годового оборота в районе 2000. Это про что вопрос? Уточните, пожалуйста, я не очень понимаю. Вы имеете в виду заработок на Etsy? Ну, как бы нет, там можно гораздо больше зарабатывать. Или про... О чем речь? По поводу отправки Укрпочтой или посредниками. Смотрите, посредниками до клиента в руки посылка долетает за 7-10 дней. Для моего товара, который очень маленький и очень легкий, отправка стоит 5,5 долларов за единицу товара с доставкой покупателю. То есть это очень дешево и это очень быстро. В условиях, когда почта работает над уже певном, то есть сейчас и в высокий сезон, отправка посредниками имеет смысл. Если вас устраивает Укрпочта, если по вашим объемам это получается дешевле и качественнее, конечно, нет смысла переключаться. Но имейте в виду, перед Новым годом, как всегда, задержки. Да? Задержки могут быть очень большими. Поэтому посредники в такие пиковые моменты – это хорошая альтернатива. То есть просто узнайте, как для вашего товара это работает и сколько это будет стоить просто, имейте это в виду. Как бы совершенно не обязательно, но просто, возможно, вам это будет полезно. Спасибо. Так, следующий вопрос. Что такое дашборд? Дашборд – это когда вы заходите в ваш магазин, первая страница, на которой вы оказываетесь, это есть дашборд. Там вот слева, там, где у вас есть вертикальное меню, там есть прямо написано «дашборд». То есть это основное место, где вы видите краткую статистику, где вы видите информацию по магазину, кто залайкал, какие комментарии вам оставили. Вот это вот все – это есть дашборд. Там висит баннер большой, красивый, крупный. Если что, заходите к нам в группу в Фейсбуке, я вам тоже оставлю ссылочку. У нас там тусовка эйци-продавцов, условно говоря, да? То есть мы там отвечаем на вопросы, учим, выкладываем инструкции и все такое прочее. Я туда положу прям прямую ссылочку на эту группу. Какие еще вопросы? Есть вопрос с Фейсбука. Хотелось бы услышать побольше о правильном подборе ключевиков. О, это очень-очень-очень большая тема, очень сложная тема. Это вообще тема отдельного курса, она дает всем занятия. Мы сейчас с коллегами ведем просто курсы для менеджеров, знаете, именно для того, чтобы сделать это своей работой. И вот этот блок занимает 7 уроков. Хорошо, если кратко. Очень кратко, очень-очень быстро. Смотрите, ключевые слова – это те слова, по которым вас находят в поиске. Да? У вас есть два места, откуда эти ключевые слова берутся. Это название и это теги. Это то единственное, с помощью чего вас могут найти. То есть если у вас ни в названии, ни в тегах нет того слова, которое использует покупатель, шансов, что покупатель вас найдет, у вас нет. То есть это самое важное, что, в принципе, есть в вашем магазине. Это ключевые слова и это фотография, да? Потому что ищут по ключевым словам, заходят по фотографии. Значит, когда вы подбираете теги для ваших товаров, вы обязательно, в обязательном порядке, без исключений, вы вбиваете то, что вы себе придумали, то, что перевел вам переводчик в поиск этого и смотрите, что вам выдаст. Потому что ситуации бывают очень разные. Пример, который я привожу всегда, наш тип изделий называется электроформинг или гальванизация. Это когда медью покрывают растения, там, цветы и еще что-то. На русском языке это электроформинг и гальванизация. На английском электроплating, электроформинг, это то, чем мы занимаемся, а гальванизейшн, это ведра, покрытые цинком, оцинкованные. Процесс, в принципе, один и тот же. Да, но, извините, но есть же разница, да? Поэтому вы нашли слово, вы вбили в поиск, вы посмотрели, что вам показал Эйци на это слово, а потом вы делаете вывод, ставите его к себе или не ставите. По поводу обратных словосочетаний и всего такого. Смотрите. Во-первых, есть слова American English, British English, которые пишутся по-разному, значит, одно и то же. Во многих случаях Эйци поиск выдает на них одно и то же значение. То есть, использовать оба не обязательно. Как проверить тот же поиск? Вбиваете, смотрите на выдачу, смотрите на количество результатов, смотрите на то, какие товары вам показывают. А если на слово, там, не знаю, flower и floral вам выдает одно и то же, значит, нет смысла использовать оба. Пункт номер два. Эйци поиск соединяет слова. Если у вас в одном теге идет цветок, а в другом теге идет фиолетовый, ну, скажем, там, лесной цветок, фиолетовая фиалка, да, то на запрос цветок фиалки, одно слово в одном теге, одно слово в втором теге, Эйци поиск их соединяет и ваш товар выдает. Следовательно, ваша задача использовать в тегах как можно больше, как можно шире разных слов, которые описывает ваш товар и которые потенциально может найти, сбить покупателя. То есть, цветок фиалки, фиолетовый цветок, лесной цветок, еще что-то, это плохо, потому что слово цветок достаточно использовать один раз, и оно будет работать для всех словосочетаний со словом цветок. Плюс вы таким образом теряете ваше драгоценное время, драгоценные теги, да, место, куда вы могли бы вбить что-то еще. Что будет хорошо? Если это, положим, у вас там брошка из фиалки, да, цветок фиалки, лесная брошь, цветочные мотивы, арнуво стиль, что-то еще, что-то еще, украшение, вечерний аксессуар, подарок для леди, то есть, разные слова, из которых может ваш клиент составить представление, составить тот поиск, который выведет его на вас. Очень большая проблема, очень часто встречающаяся проблема, когда вы, как мастер, знаете в своем товаре гораздо больше, чем знает об этом клиент. Когда вы пишете, что поднос в стиле, деревянный поднос для кофе с декупажем, эмбоссингом и фьюзинг-технологией, клиенту, да, лампочки, честное слово, клиент хочет поднос для кофе с цветочками, и он будет вбивать в поиск поднос для кофе с цветочками, а фьюзинг и эмбоссинг ему вообще неизвестны, да? То есть, вы, как продавец, вы знаете больше. Вам надо писать теги с точки зрения покупателя. То есть, то есть, берете своего знакомого, любого, который не знает, как это делается, показываете ему товар и спрашиваете, Вася, Петя, Маша, как бы ты такое изделие искал на OLX? И тщательно записываете. Честное слово, вы узнаете очень много нового. Потом, то, что вы записали, вы переводите на английский язык, и вбиваете в поиск, и смотрите, а вы даете ли на английском то, что вы думаете? Потому что, например, когда вы вбиваете в лугу переводчик, сумочка, сумка, да, вам выдаст и слово для мужского портфеля, и слово для клатча. Если вы продаете клатчи, а обзовете его словом для мужского портфеля, ваши покупатели вас не найдут. Более того, вас покажут в поиске по запросу «Мужской портфель». Покупатель на это дело посмотрит, и, естественно, на вас не клацнет, потому что он искал не это. Алгоритм поймет, что, ага, по этому запросу, по этому ключевому слову, вы не являетесь работающим товаром, да, потому что клиент вас проигнорировал. Первый, второй, третий, пятый. Значит, вас нужно в выдаче понизить, наверное, у вас неправильные теги. А клиент, который хочет найти клатч, он вас просто не найдет, потому что слова «клач» у вас нету. Следовательно, проверяем все ключевые слова. Лазим по похожим товарам в поиске, выписываем себе теги. И опять же, все эти теги тоже вбиваем и проверяем, потому что не все йогурты одинаково полезны, не все продавцы одинаково компетентны, они тоже делают ошибки. Нет, вы не один такой. Бога ради. А дальше, уже когда у нас накопится какая-то статистика, мы идем в результаты поиска и смотрим в разделе «Маркетинг». Первая вкладочка у нас – это бета, правда, статистики по тому, по каким словам и запросам покупателей показывали наши товары. То есть не те случаи, когда клиенты клацали на наши товары, это вы увидите в статистике, а те, когда им показывали в поиске. Соответственно, вы можете проанализировать, по каким запросам ходят реальные ваши клиенты, что они ищут, что они вбивают в поиск, что конкретно вам нужно показать. Следующий момент, который очень важен. Начало названия – это то, что видит клиент на странице поиска. Вот вы вбили что-то в поиск, вы видите список выдачи, 60-80 товаров на странице. Фотография и под ним самое начало названия. Так вот, если по началу вашего названия, по тем 4-6 словам, которые видит клиент, непонятно, что именно вы продаете, на вас никто не клацнет. Пускай даже у вас будет самое прекрасное в мире изделие. Просто потому, что клиент не поймет, что он видит и что продается. А на фотографии у вас может быть прекрасная барышня и платье, а продаете вы при этом серьги. Если под фотографией не написано, что earrings с чем-то там, вас не найдут. То есть, начало названия мы пишем для клиентов. Дальше названия мы пишем для поискового двигателя. Теги мы пишем для поискового двигателя. Используем обязательно все 13. Используем разные слова. Одно и то же слово повторяем не более трех раз, желательно. Лучше даже два. И смотрим, чтобы на фотографии превью, на первой фотографии, которая у нас есть, было понятно, что конкретно мы продаем. Это вот очень важно, очень-очень значимо. Обратите на это внимание. Более подробно по поводу тегов, по поводу способов их сборки и всего такого прочего. Приходите в группу. У нас там есть достаточно много текстов на эту тему. Ну и плюс, можно задавать вопросы, можно там отлично получать ответы. Мы вам очень подробненько все расскажем. Так, по поводу игрушек и упаковок. Значит, упаковка клиенту. Смотрите, разница в несколько долларов разные способы отправки. Как правило, погоду не делают. Я подозреваю, что игрушка стоит гораздо дороже, чем эти самые 2-3 доллара разница в доставке. Поэтому паковать лучше так, чтобы это было надежно. Это самый первый показатель вашей заботы о клиенте. Чтобы по вашей посылке мог проехаться погрузчик, и ничего с ней не случилось. Такие случаи, к сожалению, тоже бывали. Экономить деньги клиента не стоит. Не имеет смысла. Ну, просто потому, что если клиент заказывает оверси из-за моря, да, то он, в общем-то, готов к доставке. Он готов к тому, что доставка имеет какую-то цену. Поэтому ужиматься, ужимать свой комфорт и безопасность отправления только для того, чтобы клиент заплатил за доставку меньше, не имеет смысла. Накиньте лучше эти 2 доллара, добавьте их в стоимость самого изделия и отправьте так, чтобы это было надежнее. Еще вопросы в Фейсбуке, может быть, вопросы, Ванни Лилия? Есть ли у нас что-нибудь еще? Вопросов нет в Фейсбуке. Я вижу, тут рука поднята. Как мы будем поступать в таких случаях? Давать слово или просить писать вопрос в чате? Как вам удобнее. Можете дать слово. Тогда, пожалуйста, вот Елена Винокурова, я вижу, что она поднимала руку. Прошу вас. Добрый день. Я хочу вернуться к вопросу про PayPal. Вы сказали, что не имеет значения, в какой стране зарегистрирован PayPal. У меня есть PayPal, зарегистрированный на меня в Польше. Стоит ли мне перевести магазин на него? Смотрите, в вопросах PayPal все очень зависят от закона в той стране, где он зарегистрирован. То есть, скажем, есть страны, где после определенного оборота от вас сама страна требует регистрации бизнеса, оплаты налогов и всего такого прочего. Если вы это знаете, если вы на это готовы, да, имеет смысл. И если вы на это не готовы, если вы не знаете подобных нюансов, то лучше как бы в это не влезать. Плюс, если у вас работает PayPal в другой стране, в какой-то момент, после достижения какого-то оборота или просто в любой момент, руководство уже PayPal может потребовать у вас доказательства того, что вы действительно проживаете в Польше. Что вы пользуетесь им, ну как бы, на правовых основаниях. Например, может попросить вас прислать документы на оплату электричества на вашу фамилию, польский, например, или что-нибудь подобное. Если у вас есть возможность предоставить подобные документы в подобном случае, да, то пользуйтесь польским PayPal без проблем. То есть это вполне можно, это вполне, с точки зрения Etsy это нормально и ненакорзуемо. Поэтому вам необходимо просто узнать подробности конкретно той страны, где зарегистрирован. PayPal у нас в стране на прием денег не работает, поэтому, как я уже сказала, мы все пользуемся PayPal посредников. PayPal посредников зарегистрирован в Америке, это бизнес-аккаунт, и он позволяет нам вести наш бизнес совершенно нормально. Это стоит некоторых отчислений посреднику от 3,5 до 6% от полученной суммы. Вот, в презентации по поводу открытия магазина я вам все ссылки на всех посредников, которых я могу рекомендовать, я вам все это дам. Это просто отдельная, опять же, большая тема. Если останутся после презентации еще какие-то вопросы, пишите к нам в группу. Группа называется Etsy Sales. У нас там уже и тексты есть, и инструкции есть, и сами посредники есть, которые вас возьмут и проконсультируют. Все, 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 все вопросы все решим. Благодарю, спасибо большое. Еще вопросы какие-то есть или пойдем дальше? Большой вопрос, потому что я не вижу. Хорошо. Ну, значит, 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 поедем дальше. Так. Немножечко о последствиях, о том, что у нас будет во всем мире. В первую очередь, все напуганные возможным этим самым локдауном, продолжением, тем, что уже произошло, будут активнее накапливать деньги. Это как бы вполне естественно, потому что совершенно непонятно, чем это все обернется. Когда в магазине друг у друга рвут последнюю пачку туалетной бумаги, это, знаете ли, очень сильно влияет на картину мира. Не нам, мы привыкшие. А вот европейцы и американцы в этой точке начинают чувствовать, что мир сошел с ума. Поэтому первая мысль, первое движение души, которое будет, это натащить всего в норку, побольше, поширше, скопить, сесть сверху и радоваться. Вот это будет, к сожалению, да, это будет. То есть, какой-то пласт ваших клиентов, который был из middle-middle класс или middle-lower класс, или, возможно, если вы работаете с lower class, какая-то часть клиентов, безусловно, отвалится. Просто потому, что они перестанут позволять себе всякие штуки для радости. Но не все, не все. И это, конечно, хорошо. Онлайн-продажи всего, вообще всего, то, чего раньше даже представить себе было невозможно. Ну вот, например, Франция, нужно что, или там Швейцария, нужно что, развитые страны вроде бы, да? Но онлайн-продаж фермерских продуктов, например, там не было вообще. От этого все отмахивались, как, не знаю, святой и соблазняемыми демонами, да, открылись. А тут вот внезапно пошел логатон, и все как-то сразу приспособились, открыли сайты, открыли доставки, открыли вообще все. И клиенты поняли, что да, можно сидеть дома, можно заказывать что угодно. Поэтому, возвращаясь обратно, количество новых клиентов, которые никогда раньше были из них онлайн, конечно же увеличится, увеличится значительно, вот, что несколько перекроет предыдущий печальный пункт. Мода на ковидные товары. Это печально, это приводит многих в состояние упадка и устройства, но, к сожалению, это реальность нашего времени, да? Теперь, конечно, маски. Маски вышитые, маски с персонализацией, маски со стразиками, стадебные маски, модные маски, сезонные маски под одежду, плей, платье плюс маски, ну и что угодно другое. Ну, это же, у нас же кроме масок есть еще много всего интересного. Зафитные очки. Тесемочки, чтобы эти самые маски носить с пуговичками. Мешочки, куда использованные маски класть, а свежие доставать. То же самое касается рукавичек всевозможных. Способы утилизации, способы хранения. Сделай сам. Family style. Что угодно другое, да? Кроме того, товары для social distancing, для социальной дистанции, способы проведения досуга не рядом с людьми. То есть, возможно, каким-то образом, не знаю, вплоть до того, что коврики диаметром полтора метра, да? Чтобы расстелить в парке, чтобы вот на это расстояние к вам никто не приближался. Все, что имеет отношение к товарам для медсестер, подарки для докторов, подарки для essential workers. Например, поскольку количество отправлений увеличилось очень сильно, почтовые работники очень сильно страдают и задействованы очень-очень в поддержании жизни, среди американцев пошла, ну, не то чтобы мода, но привычка оставлять какие-то подарки почтовым работникам. Когда вы оставляете вашу почту для того, чтобы ее забрали, вы оставляете какой-то подарочек для вашего почтового работника. Это может быть там снеки какие-то, водичка, но это может быть что-нибудь, какой-нибудь маленький подарочек. Да, это тоже ковидная мода, это тоже то, что к нам пришло вместе с эпидемией. Или те же самые подарки кассирам в супермаркетах, или водителям, или, опять же, подставить нужное. Да, этого очень много. А товары для онлайн-обучения, товары для детей, которым скучно, товары для проведения вашего отпуска в кругу семьи и в вашем домашнем офисе, глазах на него уже не смотрели. Мы чуть позже об этом подробно поговорим, какие типы товаров можно предлагать, какие будут покупаться. Но, в общем, эта мода, она будет, эта мода, она останется. Модные тенденции будут с учетом именно эпидемии, как минимум на это Рождество, возможно, и дольше тоже. То есть вам это надо иметь в виду, вам это нужно учитывать при создании своих товаров. Очень-очень важная штука, которая очень сильно на нас повлияет. Уменьшение доли так называемой быстрой моды. О чем речь? H&M, Zara, Manga, все такое прочее, так и не работают. Каждые две недели у них происходит обновление ассортимента в магазинах. Быстрая мода. Купил, надел, снял, выбросил. На один сезон иногда даже меньше. Быстрые производственные циклы. Быстрый отшив. Деньги постоянно крутятся. Прибыль получается за счет валовых массовых продаж. Когда ты сидишь дома, тебе нужны пижамные штаны. Одна пара на три месяца. Потом они протираются, ты покупаешь новые пижамные штаны. За это время в режиме стандартных стеб уже купил 100-500 юбок, платил, платил, новый, поносил. Сейчас так не работает. Не только потому, что покупатели не покупают, но еще и потому, что продавцы не имеют возможности поставлять. Еще с момента локдауна в Китае, когда закрылись производства, когда закрылась их почта, предприятия начали страшно страдать от нехватки материалов. Когда нарушены логистические цепочки, когда ты не можешь получить, я не знаю, ткани из Турции, пошив из Китая, пуговицы, еще откуда-то, потому что все закрыто, ничего не работает, фабрики стоят, людей на фабриках нет. А это приводит к тому, что через 3-4 месяца тебе нечего положить на полку, потому что за это время ничего не было произведено, или было произведено с отставанием, или еще что-то. То есть доля быстрой моды очень сильно пошла вниз. Очень сильно пошли вниз и покупатели быстрой моды, потому что когда ты сидишь дома, ты понимаешь, что нет, тебе не нужна 100-500 сумочка, и у тебя действительно был шапоголизм. Ну, просто потому что ты вот живешь без нее, и вроде бы все нормально. Ты выходишь из локдауна, и ты не можешь покупать очередную 100-500 сумочку, ну, потому что ты уже понял, что можно без нее. Что приходит на смену подобной быстрой моде? Запрос на индивидуальность. Когда это платье стоит, как 3 платья из H&M, но при этом сделано специально под тебя, и с вышивкой, которая нравится конкретно тебе. Когда это не просто маска, которую ты можешь купить вместе с покупкой окон, например, есть такая услуга, что закажите у нас окна, и мы вас обеспечим запасом месячных медицинских масок. Но это неинтересно. А когда ты покупаешь вот именно такую маску, как тебе нравится, с морточкой собачки на нем, с выстанным языком, да, это показывает мою индивидуальность. Когда решающую роль приобретают брови, потому что губы накрашенной помадой все равно не видны, да, ты зато можешь позволить себе нацепить какую-нибудь, там, не знаю, сногсшибательную заколку, просто потому что заколку видно, а губы нет. А как-то показать себя надо. А как-то вот надо себя проявить и сам выразиться, да, пускай даже тебя видят коллеги только на экране в зуме. То есть индивидуальные товары, товары с персонализацией, товары сделаны специально, разработаны специально под клиентов, под маленькую аудиторию, под конкретную аудиторию, да, когда мы работаем конкретно с нашей целевой аудиторией, а не бомбим по площадям, не пытаемся захватить вообще всех и продать вообще всем. Потому что всем продать не получится. Потому что всех много, нас мало, и лучше сосредоточиться на конкретной вашей группе покупателей. Ну и довольно сильно, в том числе и за Black Lives Matter, но не только поэтому, повышает спрос на этнические товары. Возвращение к корням, возвращение к предкам, не знаю, вот это вот все, да, ближе к земле, ближе к природности и всякие прочие лозунги, которые вы можете придумать. Товары, это опять же про индивидуализм, но индивидуализм такой безопасный. То есть, когда в этом ходили 400 лет назад вообще все, это как-то гораздо проще морально на себя напялить, чем придумывать что-то совсем-совсем индивидуальное. Возможно, это то, чем вы сможете привлечь конкретно вашу аудиторию. То есть тут надо смотреть, естественно, по каждому случаю, отдельно, да, что вы делаете, какое вы делаете, но подумайте, может быть, это то, что вам будет нужно, важно и интересно. Вот. Собственно говоря, практические приложения, да, как это конкретно реализовывать, что это конкретно значит именно для нас. Для нас, как для маленьких продавцов, для нас, как для владельцев бизнесов. Во-первых, безусловно, у нас идет очень сильный рост конкуренции. Ну, потому что не мы одни такие умные, в онлайн нырнулись все. Но, смотри выше, очень у многих сейчас идет нехватка запчастей, причем нехватка дикая, когда определенную ткань, определенную фурнитуру просто невозможно купить, потому что из других стран не привозят, в своей стране запасы закончились. Если у вас есть возможность запастись так, чтобы вам хватило до Нового года, я бы вам очень рекомендовала это сейчас сделать, потому что, когда пойдет вторая волна массовая, а пойдет она точно, непонятно, и что будет в это время с логистикой, тоже непонятно. Американцы уже оказались частично в такой ситуации, и очень многие европейцы. Когда старая закончилась, новая купить нигде. Плюс, как мы уже сказали выше, из-за проблем с доставкой очень многие магазины оказались заперты внутри собственной страны, когда международные отправления или не работают вообще, или работают, но очень плохо. Поэтому это шанс, да, это возможность, это то, куда мы можем пойти, куда мы можем выйти, где мы можем каким-то образом показать себя. Приток новых клиентов. Как мы уже сказали, клиентов стало больше, просто потому, что в онлайн пошли те, кого там никогда раньше не было. Дальше, что будет? Останутся ли они в онлайне? Я думаю, что останутся. Ну, потому что просто выхода другого нет. Потому что все, что можно заказывать, сейчас все заказывают. Потому что это безопаснее, потому что это надежнее, и просто потому, что рядом закрываются мелкие магазины, закрываются производства, закрывается что-то еще. Остаются работать крупные супермаркеты, где, опять же, смотри, вышли про высокую моду, все давно известно, все давно знакомо, все скучно, и не удовлетворяет возросшим запросам. Что еще важно по поводу конкретно текущего сезона? То, о чем мы говорили по поводу почты. Что будет происходить с почтовыми службами в октябре-ноябре, сейчас неизвестно вообще никак. Могут обанкротиться какие-то перевозчики, могут усложниться какие-то логистические схемы доставки. Может произойти вообще все, что угодно. Поэтому сейчас это время, когда вам нужно узнать по поводу этих самых быстрых доставок и доставок посредниками. Пускай даже не использовать, но узнать. Уточнить, как это работает, уточнить, сколько это стоит, как быстро доставляется, возможно ли конкретно для ваших изделий и так далее. Потому что некоторые изделия быстрыми доставками, увы, не доставляются. Прописать это все в правилах своего магазина. Или хотя бы просто записать себе для памяти. Потому что когда на последствии локдауна наложится высокий сезон, а высокий сезон будет по-любому, все равно людям нужны подарки, родственникам на Рождество. Когда это все наложится, у нас может случиться такой коллапс, которого Свет не видывал до сих пор. Вот, поэтому вперед. Учитесь, отрабатывайте. У вас сейчас отличное время. Подготовка к высокому сезону. Что это значит? У хорошего хендмейдера примерно сейчас начинается ощущение, я опоздал к Рождеству. Потому что, ну, грустно, но факт. К Рождеству готовится целый год. Вот только закончится одно, отдышался, выдохнул, и тут же начинаешь готовиться к новому. Потому что придумать изделие, создать изделие, сфотографировать, выложить, найти покупателей, продать, доставить, это все занимает время. Высокий сезон приходит неожиданно. Так вот, намек, он уже здесь. У нас сейчас идет, начнется распродажа Рождества в июле, Christmas in July. Это международная, ну, ладно, всеамериканская, ну, скажем, попытка стимулировать продажи в низкий летний сезон. Одновременно с этим распродать товары прошлого Рождества, посмотреть спрос аудитории и подготовить товары для нового Рождества. Вот уже пора. Пора об этом думать, пора готовить изделия, пора создавать на складе в США. Посредники работают не только с почтами, посредники работают еще и со складом. отшить, отлепить, сделать свой талант, отослать его на склад. И в случае даже не слать его отсюда, из Украины, да, а непосредственно со склада в США доставить до получателя. Это дает вам 3-4 дня на доставку. Очень быстро. А если экспрессом, то вообще до одной ночи. Там есть опция One Night Express. То есть у вас заказали, на следующий день клиент получил. Это очень повышает лояльность. Потому что перед Рождеством будут задержки и внутренней почты США тоже совершенно точно. То же самое с Канадой. Канада вообще стоит. Канада очень любит стоять в очередях на почту, потому что канадская почта серьезно, это что-то с чем-то. Захотите, потом расскажу несколько печальных историй связанных с почтой Канады. А Австралия, например, это вообще Бермудский треугольник, куда что-то может идти и месяц, и два, и три, но просто потому что. Для всего этого отработайте схемы доставки, отработайте работу со складом, отработайте поставщиков. Вот это вот все. Сейчас самое время. Это пункт раз. Пункт два. Если вы начинающий совсем, то сейчас время начать. Если вы ждали знак, если вы начинающий, это знак, начинайте. У вас как раз есть время для того, чтобы немножко разобраться, как это все работает. У вас есть время поошибаться, у вас есть время поработать с маленьким наплывом аудитории, понять, как это все двигается, куда тыкать, какие кнопки нажимать, что после этого будет. Потому что в начале высокого сезона времени у вас на это уже не будет. Это время для того, чтобы прокачаться. Неважно, делаете ли вы свой магазин или планируете работать с наемным работником в чужом магазине. Это, кстати, отличное время для того, чтобы поэкспериментировать, поработать в тестовом режиме менеджером магазина, создателем листингов. Если у вас хороший английский, то у вас отличные перспективы делать работу на заказ, делать другим людям листинги. Вообще, найти себя во всем этом пространстве лето это вот самое оно, самое-самое время. Плюс, за счет того, что покупателей у нас больше, чем обычно, это хороший шанс для начинающих что-то продать и получить заряд энергии и бодрости. Ничто так не повышает ваши ставки, ничто так не повышает ваше самочувствие, как деньги, которые кто-то платил за вашу работу. Честное слово, совершенно волшебное ощущение, всем рекомендую. Плюс еще есть такая штука, когда вы делаете какой-то листин, какой-то оформляете свой магазин, да, все хорошо, все отлично, все работает. Через полгода вы приходите, открываете этот листинг, покрываетесь фейспалмами, как березка листьями по весне и думаете, какой криворукий дебил это все писал. Ну, честно, так происходит всегда. Я каждые полгода повторяю этот ритуал, он не меняется, неважно, насколько тщательно я тогда все делала, все равно каждые полгода, господи, где были мои глаза, что это такое. Это нормально. У вас сейчас как раз время попробовать впервые и потом к Рождеству все переписать. Вот. Обратите внимание, опять же, на первых порах, когда вы создаете листинг, какой-то товар выкладываете, у вас процесс выкладки одного товара занимает день. Неважно, насколько это сложно, неважно, как хорошо вы знаете английский, неважно, насколько вы продвинутый пользователь компьютера, неважно, это все равно день для всех. И это нормально. Вы будете ошибаться, вы будете спрашивать, вы будете не понимать, как, что, зачем, куда и вообще, куда этот мир катится. Все в порядке. Через несколько месяцев, набив руку, вы будете тратить на это 15-20 минут максимум. Иногда меньше. Некоторые листинги я могу выложить в течение 5 минут. Но если я начинаю новую сферу, если я начинаю новый тип изделий, это все равно занимает несколько часов. И это может занять целый день, несмотря на весь мой опыт. Это нормально. Поэтому, чем раньше вы начнете, тем быстрее вы дойдете до состояния, когда это станет уже автоматизмом и это станет для вас возможностью шевелиться довольно быстро. Мой первый сезон, я пришла на Etsy в ноябре месяце, ничего не поняла, полгода ничего не делала. Потом случилась та самая одна случайная продажа, а потом я немножечко узнала, как вообще это все работает. Это был как раз август месяц, да, июль-август. И к осени, к началу высокого сезона я уже вышла на регулярные продажи. Они были не слишком большими, но они были регулярными, и это была сумма, на которую я уже смогла рассчитывать в расчете своего бюджета. То есть примерно месяца три это и занимает. Три-четыре месяца, а потом подержусь. Следовательно, если вы сейчас вы раз туда попадете и вольетесь. Вот. Ну что, перейдем еще немножечко к вопросам. Давайте. Да, у нас есть вопрос на Facebook. Сейчас я его озвучу. Так. Как правильно оформить платежи на карту ФОП? Как работаете вы, к примеру? С каким назначением платежа входят деньги? Значит, смотрите. Конкретно вопрос с платежами на ФОП вы решаете с каждым вашим конкретным посредником. У них немножечко различаются схемы работы, но все посредники открыты к тому, чтобы делать это так, как вам это будет удобно и как для вас это будет работать. В зависимости от того, какой у вас ФОП, какие у вас типы деятельности указаны, это может быть в основном количестве случаев это платежи заходят как платеж за продажу физического товара в пределах Украины. Поскольку мы не имеем права официально заниматься внешнеэкономической деятельностью, это по крайней мере сложно, то в самом простом случае, когда вы не делаете ФОП специально под эти продажи, а он у вас уже какой-то есть, вы получаете платеж на карту ФОП, на карту ключ с указанием, что это платеж за продажу физического товара в делах Украины. В принципе, вы можете получать платежи и на карту ФОП в долларах, это тоже сейчас возможно. Подробнее у каждого конкретного посредника. у них все-таки список того, что они предлагают, он немножечко отличается. Я просто не хочу вводить никого в УОМАНУ, поэтому ко всем посредникам можно написать напрямую и в службу поддержки, и на почту, и с представителями посредников в нашей группе три из четырех, они там находятся, и с ними можно пообщаться прямо в Фейсбуке, далеко уходить не надо. Плюс Укрпочта совсем недавно делала тоже обучение по поводу ФОПа, работу с ФОПом, а у них это дело есть в записи, посмотрите на их ютубе, посмотрите на их странички Укрпочта. По-моему, школа онлайн продаж у них называется проект. Если что, то тоже можно написать, у нас представители Укрпочты тоже есть, они вам выдадут ссылочку и тоже помогут, подскажут. Так, по поводу вопросов о фотографии и кота. Значит, смотрите, аллергиков в США много, действительно много, причем зачастую это аллергия, когда контакт с аллергеном не может быть никакой в принципе. Если вы валяете шерсть дома, у вас в любом случае какая-нибудь шерстинка, какой-нибудь мохнатый гад, который потерся готовую работу, что-то прицепилось на пакет, аллергику, этого может быть достаточно для того, чтобы поймать приступ. Поэтому мы обязательно, если мы делаем изделия в pet-free и smoking-free environment, то есть, если у нас изделия делаются без животных, без никаких, без никакого курения рядом и все такого, это наш плюс, и мы это дело указываем, что у нас нету никакого контакта. если у нас есть контакт, фактически он у нас есть, то указывать, что это аллергия-free мы не можем, чтобы потом не получить иск от кого-нибудь схватившего отек квинки после нашей посылки. Следовательно, аллергики мимо такой продукции будут просто проходить мимо изначально. Они к нам не будут заходить, потому что у нас нет пометки без аллергенов. Следовательно, все, кто останутся, это те, у кого аллергии нет и тем, кому можно показывать наших котиков, наших детей и прочие наши развлекушечки, наших крыс, кто работает с крысами. Поэтому, да, я иногда использую своих котов в качестве предметного столика. В смысле, вот они лежат на моем месте, где я фотографирую, я кладу сверху, все это делаю с сниманием, очень миленько выглядит иногда. Это нормально, это не отпугивает котов, собак, наши покупатели любят, но опять же, все, конечно, зависит от нашей серии. Если мы делаем товары для новорожденных, конечно, в кадре ничего такого быть не должно. Если мы делаем товары для взрослых людей, тем более для людей семейных, тем более для людей там 35 лет собственным домом, у которых, скорее всего, есть семья и лабрадор, да, это мы возвращаемся к вопросу целевой аудитории, для кого конкретно мы работаем. В этом случае наличие животных в кадре это вам. Так, смысл платной рекламы на Эйси. Есть, конечно. Но опять же, смотря для какого товара, смотря какие ваши бюджеты, смотря на что вы рассчитываете, на какой класс изделий, насколько хорошо прописаны ваши теги. В общем случае, как делать платную рекламу найти. Вы чистите, делаете красивыми несколько листингов, 2, 3, 4, до 5, не больше. То есть вы делаете, прописываете правильные теги, вы делаете правильное название, правильные фотографии, да. Можете потом как-нибудь показать мне, я вам скажу, насколько оно хорошо, плохо, что еще надо поправить и все такое прочее. Дальше вы ставите минимальный бюджет, это 1 доллар в день, на рекламу этих товаров и ждете 1-2 недели. За это время у вас копится какая-то статистика, как показывают, какие теги бывают, каким именно образом клиенты находят именно ваш товар. Дальше вы анализируете эту статистику и или исправляете текущие листинги, или повышаете ставки, или добавляете другие товары в рекламу. Ну, то есть дальше уже идет стандартная обычная работа. Ставить рекламу на неоптимизированные листинги смысла не имеет, вы просто сольете бюджет. Рассчитывать на большие прибыли по рекламе очень зависит от себестоимости ваших товаров. На низких бюджетах выхлоп от рекламы может достигать 1 к 10. 1 доллар потратили, 10 заработали. Ваши рекламные ставки, тем ниже это соотношение. На больших рекламных бюджетах на 1 потраченный доллар приходит 3 заработанных. Если вычесть отсюда себестоимость товаров, ваше время, ваш труд, маржу и так далее, может оказаться, что для высоких бюджетов конкретно ваш товар с рекламой не выгоден или приносит вам очень-очень маленькую маржу. Если у вас что-то промышленно производится, то, возможно, для вас это вариант. Особенно, если вы закладываете достаточно хороший процент возвратов денег в стоимости изделия, платная реклама может быть вашим вариантом. То есть все, опять же, зависит от ниши, от сферы, от того, как конкретно вы работаете. Реклама, знаете, сейчас очень сильно меняется. Они отказались от рекламы за пределами Etsy, которая у нас была последний год. Немножко поменяли схему, немножко поменяли схему работы внутренней рекламы. Как она работает, сейчас непонятно вообще. Мы это дело только анализируем, мы смотрим, мы пытаемся этому не дать. Поэтому однозначных рекомендаций я сейчас не дам. Я говорю только о том, о чем знаю совершенно точно. Экспериментировать можно, но не вкидывайте сразу большие бюджеты. И реклама эффективна только тогда, когда вы анализируете ее результаты. Если вы просто включили и забыли, она работает, ну, может выстрелить, но это будет очень редко и очень странно. Вот. Значит, еще такой момент. Если у вас будут какие-то ко мне потом конкретные вопросы, то или в группе пишите, или мне в личку я с вами потом с удовольствием пообщаюсь, расскажу, покажу, научу, если смогу. Вот. Есть ли какие-то вопросы из Фейсбука? Пока что нет. Ага, отлично. Ну, значит, тогда мы сейчас заканчиваем с презентацией. И если у вас потом останутся еще какие-то вопросы, то буду рада опять же на них ответить. Так-с. Поехали дальше. Собственно говоря, очень важный момент, которого мы вскользь уже коснулись, это то, что же все-таки будет продаваться. Я не могу сказать, я вам не скажу за все абсолютно категории товаров. Я говорю только про то, что я точно вижу, что на это есть спрос. Я точно вижу, что эти категории изделий продолжают покупать и продолжают покупать активно. Если захотите, потом можем быстренько попробовать конкретно ваши изделия, повернуть, применить, подумать, как это могло бы выглядеть, эти продажи в текущих ситуациях. Пункт номер раз. Утешительная мелочевка. Когда вы выходите в сеть, вам грустно, тоскливо и хочется какой-то мелкой радости, которую вы раньше получали со стаканом того же самого кофе из того же самого Старбакса, а сейчас вы сидите дома и не ходите в Старбаксы, ну, хочется что-нибудь маленького и для души. Какие штуки, как правило, недорогие, у них недорогая доставка. Укрпочта их можно иногда отсылать письмом с треком или через посредника за 5,5 долларов или еще как-нибудь. Что-то такое маленькое, миленькое, симпатичненькое просто для того, чтобы порадоваться, когда оно все-таки придет. Ну, все мы знаем, как это работает, да. Такие изделия продолжают продаваться. Их покупают и серьезные люди, и молодежь, и все кто угодно, потому что немножечко утешение и на ручке, оно нужно всем. Что-то ласковое, что-то миленькое. Мне кажется, что после перегрузок, которые испытывает наша психика сейчас, испытывала раньше и продолжает испытывать, потребность в таких товарах будет повышенная. Пункт номер 2. То, что не пропадало. Дорогие товары для обеспеченной аудитории, которые не ходят в офис каждый день, у которых есть там свой бизнес, не пострадавший, у которых есть свои дома, есть, ну, в общем, вот это вот все upper-middle-class и выше, да, которые текущий кризис, конечно, заметили, но не то, чтобы он сильно на кого-то повлиял. Эти люди будут продолжать покупать то же самое, что они покупали раньше. То есть тут в этой сфере практически ничего не изменится. Это лакшери товары, это товары для обеспеченной аудитории. Что может немножко поменяться сферы применения? Если раньше, скажем, человек мог позволить себе заказать костюм, шитье костюма там за 800-1000 долларов для того, чтобы съездить на фестиваль летом в Европу, да, сейчас фестиваля нет, увы, ехать некуда, костюм, соответственно, не пригодится. Но, возможно, ему можно предложить костюм для дома с теми же самыми шилками или с теми же самыми вышивками на повседневность или те же самые пижамные штаны в стразах Сваровские. Почему бы нет? Может быть, ему это будет интересно. То есть товары остались, область их применения немножечко поменялась. Товары для занятий с детьми. Эта категория безбрежна абсолютно и это то, что востребовано просто со страшной силой. Дети сидят дома, у детей нету летних лагерей, ни в школах, в Америке это тоже было, ни в оздоровительных лагерях, которые переведены там кое-где в онлайн, кое-где их просто нет. Дети не могут играть на улице, дети не могут заниматься чем угодно. То есть это начиная от полутора лет, так, двух лет, которых сейчас тоже не сдашь в детские садики, которые не работают, или няням, которые тоже не работают или работают, но ограничено. В общем, это все, что помогает занять детей дома. Заканчивая наборами для 12-летних, для 14-летних, для тех, кто грустит, скучает, пеняется, сидит в своих айпадах, вообще не знает, что дальше делать. Все, что можно применить для обучения, для развития, для игры, для чего угодно. Наборы для создания открыток, наборы для нанизывания украшений, наборы для построить ракету во дворе дома и перекинь ее соседу, что угодно. Все, что вы можете придумать для детей, супер востребованно. Наборы do it yourself не только для детей, но и для взрослых. Деревяшечка и к ней ножичек, вытащи себе ложку за вечер, отлично продается. Хоть домохозяйкам, хоть отцам семейства, хоть еще кому-то. Чем-то занять руки. Что-то, что при завершении позволит вам получить готовый продукт. Что-то, что займет не более одного вечера. Не проект, рассчитанный на три недели каждодневного труда, а два часа дома из тех материалов, которые вы предложите. То же самое собери открытку, то же самое на ниже украшения. Вот вам основа, вот вам бусинки, вот вам застежечка. На ниже в том порядке, в котором тебе нравится, поимей и поиспользуй. Изделия для дома. Мы сидим дома. Они сидят дома. Все сидят дома. Изделия для дома какие угодно. Для домашнего офиса, для организации места, емкости для хранения, инструкции по выбросу мусора, раздельной сортировки, коврики для прихожей, занавесочки, в ванную. Все, что угодно, абсолютно, что находится индор. Но, опять же, не то, что можно купить в строительных супермаркетах. Строительные супермаркеты и в Америке, и в Европе работали. Поэтому просто смеситель в ванную они купят там. А какое-нибудь украшение, наклеечки на стекла, чтобы детям было забавнее чистить зубы, они купят у нас. Локальные свадьбы, домашние праздники. Свадебный сезон, конечно, в этом году, прям скажем, как-то очень не очень. Но свадьбы продолжаются, свадьбы продолжают играть. Для маленькой аудитории, внутри дома, на 10 человек, а не на 300, как это было раньше. А дома продолжаются юбилеи, дома продолжаются дни рождения и все остальное. То есть пиньяты, флажочки, наборы украшений для подружек невесты, маски с вышитым я жених, я невеста и все остальное. То есть товары для локальных маленьких праздников, рассчитанные на маленькую аудиторию. Не на 300 человек, а на 10. Ну и опять же что-нибудь типа чирап или там мы еще встретимся или там следующий день рождения празднуем все вместе. Товары для зума, которые можно показать в камеру, рамочки для фотографий и все такое просто. Активности дома. Это не только праздники, это не только работа. Это то, чем можно заняться в доме и на приусадебном участке, который у очень многих есть. Подвижные игры, фризеры, коврики для ванны, стойки, украшения для дома, для сада, чего угодно. Опять же, потому что и активности происходят на территории дома, и отпуска у очень многих происходят дома, потому что ездить небезопасно, самолеты не летают, в самолетах маски, мне этого не хочется, на свой фургон еще не накопили, на вот самой RV. Чем-то нужно заниматься дома. Как-то нужно проводить отпуск, как-то надо развлекаться. грили, вешоточки, вилочки для мяса, я не знаю, огромное количество вариантов, на самом деле, если вы в этом работаете, вы это знаете. Все для сада, все для придомовой территории, семена, грабельки, леечки, наборы, посади свой суккулент на подоконнике, потому что, опять же, что-то надо делать, чем-то надо заниматься. Если у вас есть сад, вы занимаетесь садом. Никогда в жизни, ни в Европе, ни в Америке не было таких ухоженных, таких роскошных садов, газонов и прочего, потому что там проводится очень-очень много времени. Ну и, наконец, запчасти, то есть supply, все для производства, все для работы, для других продавцов, которые, смотри, выше не в состоянии сейчас купить это из Китая или из Европы или еще откуда-то, а мы можем, мы можем купить, мы можем предложить, предоставить, обеспечить и, в общем, можем и делаем. Если у вас есть какое-то или запчасти, или, кстати, инструкции по созданию мастер-класса, да, это чуть выше, do it yourself, да, какие-то, не знаю, фотографии, которые можно использовать как макапы, какие-то мастер-классы, инструкции, какие-то схемы вышивки из работницы 72-го года, которые вы вполне имеете законное право отсканировать и продавать, вот это вот все, это все очень-очень востребовано, все еще, продолжает и будет еще долго, потому что выйти куда-то, то, что называется out, да, то есть выйти куда-то поразвлекаться вечером, многие себе сейчас или не могут позволить, или не хотят, или опасаются, а развлекаться как-то надо, хлеба и зрелища, хлеб у них есть, как правило, а зрелище должны обеспечить в том числе ему, вот, ну и буквально пару слов в завершении о планах Эдси, о том, что нас ждет, ведь тут совсем чуть-чуть, потому что, ну, мы, в общем-то, это все уже обсудили, во-первых, с 6-го числа нас ждут возможность загружать видео в листинге, который станет видно всем, для некоторых это будет прямо-таки спасением, потому что, действительно, многие товары, ну, просто нуждаются в видео, да, вы знаете, что с ними будут выглядеть гораздо, гораздо, гораздо лучше, гораздо симпатичнее, снимайте, скоро у вас у всех появится такой шанс. Дополненная реальность, это то, что у нас уже на самом деле есть, но об этом мало кто знает, когда вы продаете рисунки, фотографии, постеры, то, что надо вешать на стенку, если ваш первый кадр представляет ваше изделие фронтально, то есть, вот, в лоб, да, покупатель имеет возможность с помощью функционала своего мобильного телефона примерить это изделие на свою стену, то есть, посмотреть, как оно будет смотреться в его интерьере, вот здесь, вот там, или где-нибудь там в коридоре, или в конце концов на дверях туалета, почему бы нет. Для этого ваша главная страничка должна соответствовать, то есть, первая фотография должна быть фронтальна и должна иметь возможность отделяться от рамки, да, в группе у нас есть ссылка на статью Etsy по этому поводу, то есть, как это работает, что для этого требуется, если кто-то использует, то, пожалуйста, используйте. Ну, и последняя внешняя реклама, да, то, о чем мы чуть-чуть поговорили, сейчас еще чуть-чуть подробнее расскажем быстренько, как Etsy поменял рекламу, которую он сейчас дает. Реклама на Etsy в настоящий момент делится на две части, реклама внешняя и реклама внутренняя. Реклама внутренняя это то, что вы видите в поиске, она включается, выключается вами самостоятельно. То есть, вы в любой момент можете показать, какие конкретно изделия вы можете предложить, вы можете поставить дневной бюджет на эту рекламу, то есть, сколько денег больше какой суммы вы не хотите платить в сутки за рекламу, но этим, в общем-то, ваши возможности по настройке заканчиваются. Все остальное это делает сам. То есть, он называет ставку, он выбирает, по каким запросам вас показывать, он выбирает, какое время вас показывать, и он дает вам довольно мало, к сожалению, информации о том, как расходуется этот ваш бюджет и что конкретно происходит в этом рекламном моменте. Раньше мы могли устанавливать еще и дневную ставку, кто помнит эти прекрасные племена, когда мы могли указать, за какие деньги мы готовы рекламировать эту или иную листингу. Сейчас у нас такой возможности нет. То есть, мы только выбираем, какие товары, и выбираем, за сколько в сутки в общем на весь магазин мы рекламируем. Вторая часть рекламы это реклама внешняя. Эдси говорит так, вы даете нам денег в случае, если по внешней рекламе пришел клиент и что-то у вас купил. То есть, мы берем ваши товары, любые товары, какие нам нравятся. Мы эти товары ставим в рекламу на Фейсбуке, на Гугле, еще где-то. Если по этой рекламе кто-то перешел и что-то у вас купил в течение месяца после этого перехода, мы с этой продажи снимаем свой процент. При этом, если ваш магазин небольшой и никогда не достигал 10 тысяч долларов годового оборота, с вас снимут 15 процентов, но вы можете эту внешнюю рекламу выключить, на нее не соглашаться. Если ваш магазин хоть один раз за свою историю превысил планку в 10 тысяч долларов в год, ваш процент 12 и вы не можете отказаться от такой рекламы. Вдобавок к этим 12 или 15 процентам Эдси берет еще свои 5 процентов по-прежнему, да, то есть это получается 20 процентов в общем сумме, которую вы теряете с подобной продажи. Учитывайте это, особенно те, у кого большие дорогие магазины. Если буквально пару слов еще по поводу этой рекламы, если мы еще чуть-чуть не опаздываем, да, буквально два слова. В первую очередь в такую внешнюю рекламу Эдси тащит магазины, у которых есть бестселлеры, изделия, которые продаются по многу раз, то есть он уже видит, что эти товары хорошие, раскрученные, на них идет клиент, их имеет смысл рекламировать, имеет смысл тратить на них деньги. Если товары одиночные, если товары не повторяющиеся, да, вы продали и листинг реактивировали, у Эдси нет смысла эти товары тащить во внешнюю рекламу, потому что денег на рекламу он уже потратит, а купить, возможно, никто его не купит до того момента, как вы его сами продадите внутри Эдси. Поэтому, если вы не можете отключить рекламу, но не хотите, чтобы ваш магазин рекламировался снаружи Эдси, то просто делайте небольшие партии товаров, не вывешивайте доступно к продаже 50-60 штук и старайтесь не делать бестселлеров, ну, постольку, поскольку это возможно. Вот, это то, что касается рекламы, это то, что касается наших перспектив. Из перспектив у нас еще выборы Трампа осенью, выборы президента всегда очень сильно отражаются на онлайн-бизнесе. Когда к власти приходит не тот кандидат, который ожидался, очень многие отказываются от покупок, сидят тихо, и продажи падают очень сильно. Когда выбрали Трампа, мы это заметили все очень хорошо, тот высокий сезон был достаточно провальным. Но, учитывая все остальные сопутствующие моменты, есть шанс, что в этом сезоне у нас все-таки подобного не будет и у нас все будет онлайн продаваться, мы будем иметь своих клиентов, свои деньги, свои продажи. Посмотрим, никто ничего сейчас гарантировать не может. Единственное, что я могу сказать, что мы как та лягушка продолжаем взбивать свое масло, мы продолжаем стараться, мы продолжаем пытаться, мы что-то делаем. Насколько это принесет результат? Ну, я думаю, принесет. Если у вас, смотрите, если есть какие-то вопросы сейчас, то задавайте, мы сейчас еще какое-то время пообсуждаем. Презентация конкретно эта и презентация по открытию магазина на Etsy будет лежать на Facebook старинке на странице Cuties, мы ее туда положим, и туда же сможем принимать еще вопросы, если вы посмотрите эту лекцию чуть попозже, если вы сейчас не были с нами в онлайне, посмотрите позже, у вас нет вопроса, пишите туда. Если у вас будут какие-то вопросы не по теме лекции, пишите в первую очередь в нашу группу. Группа у нас хорошая, люди у нас там тоже хорошие, когда будете туда посылать запрос, пожалуйста, напишите, что вы после семинара, мы вас с радостью туда пустим, примем, и будем рады вас там видеть. Там у нас уже очень-очень много информации уже накоплено, обязательно прочитайте первый пост в группе, там лежат ссылки на очень много всяких инструкций, текстов, размышлений, в общем, там много всего. Если не найдете ответ на свой вопрос, пишите, мы с удовольствием поможем, расскажем, растолкуем и все такое прочее. Мы там не страшно и не кусаемся. Если вы давно собирались начать или продолжить работу с магазином, давайте, 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 сейчас самое время, самое-самое-самое оно. Как раз к осени вы поймете, у вас действительно есть четкий рубеж, четкое время, по которому вы можете ориентироваться. Осень – это то, когда все начинается. У вас как раз сейчас есть время, чтобы вникнуть, чтобы войти к осени и иметь вполне работающий магазин. к вопросу о том, кто я по специальности. Вообще, по специальности, именно по обучению, я программист. Я закончила факультет информатики, кафедра технической кибернетики, то есть теоретически я должна программировать роботов. На практике, я занималась, да, компьютерными всевозможными штуками, но семь лет назад, восемь уже, когда я ушла в декрет, когда у меня родилась первая дочка, я начала заниматься онлайн-продажами в первую очередь, конечно, своими, в смысле, мой муж делал изделия, я их продавала, но потом потихонечку-потихонечку завертел. Я рада, что информация от меня вам полезна, я всегда с удовольствием отвечаю на все вопросы, если кому-то нужно написать в личку, пожалуйста. Когда будут следующие лекции от проекта Qtis, это вопрос к вам не вере, я надеюсь, что она меня еще пригласит, я с большим удовольствием участвую во всех подобных проектах от Qtis, и когда мы ездили в Реале по Украине, это всегда интересно, и онлайн, в общем-то, тоже, почему бы нет, так большее количество посетителей может принять участие в нашем разговоре беседе. Вот, если есть еще какие-то вопросы, то задавайте сейчас, мы сейчас все быстренько обсудим. Вот, есть ли вопросы здесь или в Фейсбуке? Я пока что вопросов не вижу, в Фейсбуке вопросов также нет. Отлично. Ну, значит, будем считать, что или всем все понятно, или всем все непонятно. Оба варианта вполне возможны. Да, в группе пожалуйста, пожалуйста, у нас там много всего интересного. Вот, если будут запросы на какие-то опять же более конкретные темы, тоже потом пишите. Возможно, я вам смогу найти документ, ну, какой-то текст, где-то все уже расписано. Вот, или если нет, то чего-нибудь еще напишу. Да, переваривайте, думайте, размышляйте, почему бы нет. Ну, вы главное не затягивайте и не включайте внутреннего перфекциониста, потому что, ну, серьезно, лучше, плохо, оно сейчас, чем идеально и никогда. Вот, а мы вам поможем. Все, большое спасибо всем присутствующим. Была рада вас тут всех видеть, слышать, читать. Большое спасибо.